Саратовский автодор досрочно вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ. На домашнем поле наши баскетболисты встретились с Красноярским Енисеем. Как прошла игра, а также о других спортивных событиях Саратова расскажет Александр Старков. Александр, вам слово. Спасибо, Елена. 8 апреля Саратовский автодор победил Енисей из Красноярска со счетом 98-97. В первой четверти баскетболисты играли с переменным успехом, но счет к перерыву был в пользу хозяев 25-23. А вот во второй гости уверенно перехватили инициативу и повели в счете 21-27. Третья четверть также закончилась поражением для саратовцев 26-29. Собравшись силами, в последнем периоде хозяева заработали 26 очков. Это позволило одолеть Енисей с минимальным преимуществом в 1 очко. Лучшим игроком матча стал легионер саратовского клуба Кортни Форцен. На его счету 21 очко, 9 подборов и 3 прихвата. Со 2 по 4 апреля в городе Тюмени прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенняя грация». В состязаниях приняли участие спортсмены из Калининграда, Новосибирска, Петрозаводска, Сургута, Москвы, Саратова и других городов. Юные гимнастки Саратовской областной детско-юношеской спортивной школы «Надежда Губернии» заняли первое и третье места в групповых упражнениях. Золотую медаль привезла в область дзюдоистка Ольга Борисова. Воспитанница «Дюш-Олимпик» города Балакова приняла участие в Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которые проходили с 3 по 6 апреля в Твери. В соревнованиях участвовали 295 спортсменов из 19 стран мира. В составе сборной России в весовой категории до 40 килограммов у девушек золотую медаль завоевала Ольга Борисова. А у меня на этом все. Всего вам доброго.